друзья всем привет отправляемся мы в путешествие а я о таком путешествие давно мечтал чтобы отправиться именно на лодке куда-нибудь далеко с элементами рыбалки и вот как раз у нас подвернулась мы отправляемся с ленчиком едем мы из города в деревню это порядка 160 километров по воде у нас будет ночевка будет рыбалка в общем я думаю будет очень интересно загрузили целую лодку взяли с собой палатку взяли с собой спальники провизию бензин еще на такие дистанции я не ходил в тем более на китайском моторе поэтому будут приключения но связанные больше с позитивными эмоциями мы только что прошли порядка наверное десяти километров в солнечной станции мы еще находимся в городе и будем проезжать некоторые поселки посмотрим поснимаем какие-нибудь интересные места нас ждут порядка 7 часов наверно пути ну и не доезжая до нашего места найдем какой-нибудь перспективный участок где можно будет поставить палаточку и вечерком половить на фидер кстати это новая для нас виду ловли половим посмотрим в общем я думаю будет интересно погнали поехали уже где-то 45 километров но возник вопрос хватит ли нам бензина на весь маршрут я посчитал таким образом что 150 километров при расходе где-то 7 литров в час в общем где-то 50 литров вот и ровно 50 литров сейчас я думаю что если и хватит то этот вообще вот тык впритык потому что я не учел того что мы идем против течения но я рассчитывал именно то что где-то примерно 25 километров час мы будем идти и такой где-то результат но ничего там вроде если даже и мы высохнем по пути будут у нас деревня где в принципе есть подъезд и может быть как-нибудь добудем бензин ленчик опять что-то точит вот так у нас все загружено там две канистры шмурдяк вещи здесь вот тоже основной байк еще двадцатка тут снасти тут в герме спальники вот сапоги едем кроссовка хорошо вот мотор вроде пока без проблем все едет все хорошо поэтому двигаемся дальше нам еще порядка нормально надо проехать еще минимум столько же в идеале где-то еще километров 70 еще солнце так бывает шпарит что я думаю если я не буду защищаться то весь сгорю поэтому вот так вот бафа дел уши закрыл нос только глазки он остается но они в очках поэтому давайте вот так и поедем большую часть пути мы прошли ну половину так точно вот и первая дозаправка у нас получается 24 литра это вот стандартный бак он практически закончился там да наверное литр полтора остался вот поэтому заливаем первый наш резерв это канистра 20 литров заливать я буду вот этим шлангом все потому что чтобы сохранить каждую капельку и теперь как это удобно сделать чтобы это все держалось процесс пошел по ходу таким образом я буду долго наверное перекачивать но ничего пока отдыхаем потому что я вот сижу когда управляя не знаю почему я вроде уже отрегулировал чтобы мотор ходил туго но почему-то мотор хочет повернуть в левую сторону и для того чтобы ехать ровно мне надо его держать и тем самым у меня мышца именно напрягается спины но я придумал лайфхак это развернуть кресло натянуть выпрямить руку и таким образом ехать на самом деле и удобно и нет в общем такая спорная фигня нужно будет потом посмотреть как это все делается почему так происходит почему мотор хочет повернуть по пути в принципе шли хорошо уровень воды высокий и ни одной мели ничего шли шикарно один раз только налетели на корягу это там такой был островок я увидел корягу хотела маневрировать а видимо рядом еще одна была и мотор закинула но ничего такого серьезного не произошло как бы все в порядке все дальше функционирует погода вообще шикарная наверное градусов 25 солнышко вот и на моторе идешь прям вообще кайф не комаров ветер обдувает вот прям самый комфортного час уже наверное 6 час и все-таки когда заходишь там за поворот где тень и уже вот в рубашечке становится немножко прохладным еще у меня одна обновочка это вот такой автоматический спасательный жилет он у него устройство какое здесь баллончик co2 24 грамма и при попадании в воду нужно будет дернуть вот этот шнурок тогда баллон откалывается и надувается этот жилет либо там есть таблеткой случайно если попадаете воду то она размокает там вроде что-то такого сахарного вида и происходит то же самое надкалывание и он надувается потом можно его обратно свернуть баллон поменять и дальше использовать я его приобрел для того чтобы протестировать когда вода станет более теплой можно как раз сравнить со своими старыми жилетами что же все-таки лучше эффективнее но такой жилет он очень компактный удобный для рыбалки его так поездки ничего не жмет нигде ничего не трет вот поэтому посмотрим как он себя покажет потом что сидение я сделал для матросов купил поворотные петли для кресла но пока не стал ничего мудрить просто сделал спинки из фанеры покрасил их и примастырил пока как такой тестовый вариант я думаю пойдет ленчик уже вот прокатилась спина отдыхает в принципе хорошо но посмотрим там как будет дальше а в плане вот этих лавок лодка уже стоит наверное три недели на лодочной станции и вот эти перепады солнце тепло дождь и короче что лавки что вот эти полики где-то в каких-то местах трескаются не знаю насколько их хватит я думаю сезон то они протянут подальше как будет посмотрим а для себя я не стал ничего выдумывать купила такое пластиковое кресло оно без обивок и с пластиковым таким поворотным механизмом ехать вроде комфортно все в порядке но единственное то вот этот пластиковый механизм поворотный он немножко не внушает доверия пока каких-то серьезных конечно поломок или еще что то нет но вот при каких-то волнениях еще то есть само кресло но как-то двигается и боюсь что не очень надежно время покажет эксплуатация тем более я вешу где-то 70 килограмм думаю что если человек там в районе 100 килограммов сядет а в принципе недолго проживет такое крепление вот нам идти еще наверное где-то часик до примерно запланированного места ночевки в котором мы разобьем лагерь и будем рыбачить пробовать на донные снасти поэтому у нас тут еще пол канистры заправляется и отправляемся дальше в путь шины место тут река уже то есть нам можно не так далеко бросать и вместо хорошего тут и дрова можно для костра и место где ровно и куда можно палатку поставить в общем сейчас наряжаемся время уже восьмой час уже половина восьмого надо сооружать все ставить палатку потому что завтра будет дождь и готовится к рыбалке а и Субтитры сделал DimaTorzok Закинул я донки, забил я кормушки прикормкой Пока замешал одну пачку, а там жареные семечки Насадил червяка и сейчас ждем, это так пока, пробные варианты Ленчик у нас готовит, готовит супчик По запаху очень вкусный Скоро будем обедать Какой обедать, ужин Развел костерчик, стало прям уютно, тепло здесь Вот так у нас уже палатка стоит Внутри коврики, спальники Комаров полно, но у нас есть спиралька, поэтому мы их вытравим, если надо будет Вот, утром просто передают дождь Поэтому, чтобы какие-то вещи остались сухие Поставили палатку Лодочка стоит Переживал я за то, что не хватит бензина На самом деле должно хватить даже остаться По крайней мере, вот если взять сейчас эти подсчеты Здесь вот такое место У нас не фидеры, у нас спиннинги переделанные вот под такие донки И мы нашли место хорошее, где небольшая, небольшая ширина Вот, потому что если в других местах смотреть, там ширина реки большая И докинуть до хорошего места у нас не получится Сейчас забросил, надел колокольчики Пока так, ждем Какой? Какой звенел? Густерина Мощная поклевочка Так, только заговорили о том, что не клюет Кого же мы поймали? Ну, густерушка Мелкая Еще меньше, чем та даже Выпрыгнет и все А как вдарила, да? Да Такая маленькая А как тащила? Ладно, отправляется в садок Закидать его опарышем Надо поймать леща и дать ему леща Лещом леща Ну, бежим этот Котки Ну, да, если успею Ночь была не холодная Я встал в 2 утра примерно Пошел рыбачить Все так же начал ловить Поклевывали небольшие густерки Плотвичка Там всякие ерши Ну, была всякая мелочевка Но один бигфиш был Все таки Подлещик хороший Вот он, вот он, козел ушел Попытался его быстро вытащить В итоге он у меня сорвался Прямо около берега Еще стоял Я думал, нырять за ним, не нырять Вот, обидно, досадно Но ничего Клев был примерно до 7 утра Поймал еще хорошего окуня В итоге Вот такой клев Густерочки небольшие в основном Один окушок крупный Мелких отпускал Вот Погода шикарная Обещали, что В 3 утра будет Дождь И длится весь день Но В этот раз я рад, что Прогноз не сбылся Ветерок обдувает Машки, никаких комаров нету Вот, сейчас нам надо Примерно 25 км подняться И мы На намеченной цели Ветерок Ветерок километров по воде. Лодка показалась себя с хорошей стороны, в принципе все влезло, хотя не так много было шмурдюка. Ехать было комфортом, мотор не подвел, все произошло в штатном режиме. Рыбалка в принципе удалась и отдых в целом замечательный. Сейчас уже времени нет, чтобы возвращаться домой теми же путями, поэтому мы приняли решение брать прицеп и возвращаться домой на прицеп и ставить лодку обратно на лодочную станцию. Сейчас уже погрузили, в принципе вдвоем, не сложно сделать, хотя и не так удобно, здесь еще не посохло, все сыро, грязно. В лодке остаются все деревянные элементы, это сидушки, полы. Сейчас ее закреплю стропами и отправимся домой. Вот так вот. Кому понравилось видео ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!